Итак, приветствую вас с вами друзья и гости канала. И все-таки сегодня день должен быть спокойный, но появился такой клиент, очень много позитива я от него черпанул. Ну и давайте я все-таки расскажу вам то, о чем мы сегодня разговаривали. Ну а тема будет простая, работы в Сочи нету, все уныло, все печально, но вы держитесь, как говорил Великий Медведев. Так вот, да, я иногда поутрирую, иногда говорю в кавычках, по этому кавычке вы сами расставите. Смотрите, сегодня я общался тоже с милой девушкой, и она мне сказала, что работы здесь нет, ничего нету. И когда мы с ней проехались, когда поговорили, я задал вопрос, почему она, например, работает в общепите, не хочет поменять специальность, пойти, ну дал ей несколько вариантов, где хорошая зарплата, все. Ну на что она мне ответила, у меня душа не лежит в такой работе. Я вот хочу работать именно по специальности и так далее. Ну, что я вам могу сказать? Не всегда по специальности в Сочи, и в том числе в любом другом городе, вы можете найти себе работу, которая бы, ну, реально бы вас оценила и оценила, и по достоинству вы могли бы там хорошо зарабатывать. Я могу сказать, вот, если взять и положить руку на сердце, то лично мне, конечно же, по душе и комфортнее работать было педагогом. Тем более я работал в педагогике, у меня был очень хороший результат, и я бы с большим удовольствием не осваивал никакие новые специальности, работал бы спокойно тренером, либо работал бы педагогом дополнительного образования, либо еще лучше я работал бы учителем и при этом, так скажем, не выходил бы из зоны комфорта, потому что эта работа мне по душе. Действительно, работа мне это по душе, но зарплата, которая там у нас есть, она мне не по душе, 100% не по душе. Когда, например, в случае с моим отцом было все наоборот, он всю жизнь проработал в столярке, был и бригадиром, и реально его называют «золотые руки», все. Но в один прекрасный момент ему все надоело, и он решил у нас взять и работать педагогом. И это было его право, как итог он получил сейчас, получит маленькую пенсию, потому что на пенсию он выходит только на следующий год, и вот так вот. Зато работал для души. Опять же, многие из вас являются либо художниками, либо еще кем-нибудь, и эта работа реально нравится, и эта работа для души. Так вот, когда вы выбираете профессию, и когда вы выбираете город, или выбираете работу, такое понятие, как душа, уходит на второй план. И вам нужно четко понимать, либо работать по душе и ныть, что зарплата плохая, работы нет, либо вам нужно брать и зарабатывать деньги, и ныть по-другому, что у вас эта работа не по душе. Я, соответственно, со своей стороны выбираю другой путь. Я осваиваю ту специальность, где есть деньги, и потом беру и могу в эту специальность себя влюбить. И эта специальность становится реально любимой. Опять же, я могу сказать, что возможности, как психолог вам говорю, возможности человеческого организма просто безграничны. И очень многое у нас влияет именно на конечный результат, это то отношение, чем ты занимаешься. Я могу сказать, много преподавателей, знаю многих преподавателей, которые работают учителем, но эта профессия и не по душе. Их бесит, раздражает детишки, понимаете. Но они работают, потому что там стабильно, там все хорошо, там оклад, как они привыкли работать, и в принципе им больше ничего не нужно. Так вот, смотрите, сразу говорю, я со многими сталкиваюсь, да, у всех душа лежит по-разному, да, ну, душа лежит к общепиту. Но если общепит у нас в Сочи немножко недооценен, ну, значит, надо менять профессию. Тем более, когда ты молодая, тебе там, не знаю, там 23 года, 24 года, 25 лет, у тебя, в принципе, все открыто для того, чтобы ты мог взять и поменять что-то в своей жизни, понимаете. И это правильно, неправильно было взять и ничего не менять. Опять же, я за свою жизнь очень много раз осваивал новые специальности, да. Когда, например, я с педагогики выходил у нас в охрану, в охране платили больше, чем я зарабатывал педагогам. И я с большим удовольствием туда ушел. А потом я ушел у нас в Евросеть, потому что в Евросети я зарабатывал еще больше, чем в охране. После охраны я ушел у нас руководить большой и крупной компанией, потому что я там зарабатывал еще больше, чем у нас, получается, чем перед этим в Евросети. Потом с этой большой компанией, да, я ушел в другое направление, да, я ушел в направление, да, я ушел в бизнес-тренером. И бизнес-тренером у меня была работа, ну, реально по душе она была. Но она плачевалась не так высоко, я помню, зарабатывал 35 тысяч рублей, не совсем то, что мне хотелось от этой жизни, понимаете. И вот этой работой я прожил полгода, я работал для души, но не для денег, в любом случае. Сейчас, конечно, мне уже предлагают где-то там выступить, все, уже предлагают другие деньги. И не как было раньше там 3000 рублей за день, сейчас уже немножко другие расценки, да, чтобы я где-то выступил, это нужно как минимум, там, не знаю, как минимум 100 тысяч рублей день будет стоить мой день, да, чтобы я поделился своим опытом. И чтобы смог замотивировать ваших продавцов, вашу организацию в конце концов, и чтобы мог вашу организацию разложить по полочкам и дать вам возможность развиваться и зарабатывать больше, гораздо больше, чем сейчас есть. Но это уже другая тема. На данный момент я вот работаю риэлтором, да, риэлтору я начал работать в прошлом году, да, полтора года назад. И до этого я никогда в жизни риэлтором не работал. Но могу сказать со стопроцентной уверенностью. Поначалу, конечно, первые три месяца мне тоже эта работа не совсем, так скажем, будушевляла. Потому что была некая некая некомфортность, потому что все приходилось осваивать, ездить по этим стройкам, гробить машину, да, тратить свое время, так называемое, бесценное, да, драгоценное. И было мне некомфортно. Но сейчас, вот именно сейчас, я уже немножко по-другому отношусь к данной работе, да, она мне реально нравится. Она, вот эта работа мне приносит очень много удовольствия. И я работаю, и, не знаю, у меня прямо вот эта работа не просто прямо у меня прет, понимаете. Ну, я вижу и других у нас риэлторов, которые работают, именно работают как, ну, потому что надо работать, потому что другой работы нет или еще что-нибудь. Ну, у них и результат немножко другой, даже немножко другой, а очень результат плачевный. Сегодня я нашел у нас первый, так скажем, отчетный лист, да, кто сколько там зарабатывает, у кого сколько было сделок. И вот нашел эту фотографию. Конечно, было так очень печально. И такие цифры, да, я могу сказать, сейчас я делаю за один месяц три раза больше, чем люди делали, лидеры за два месяца, да. Соответственно, я сейчас поднял продажи на новый уровень, на новую планку. Какой-никой в жизни не было у любого другого. И этим я горжусь, и этим я реально восторгаюсь, и я этому безумно рад. Что касается у нас, опять же, работы в Сочи. Еще раз повторюсь, я каждый раз говорю, ну, нет у нас хороших, здесь, так скажем, окладов. У нас есть процент продаж, у нас есть минимальный оклад. И если брать, в случае с риелтором нет оклада, а если, например, брать у нас вариант работать, например, при застройщике, все, то там они сядут на окладе. Но там оклад, да, есть, там 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч рублей есть такие оклады. Но процента у них нет. Но они сами выбрали свой путь, они должны знать всего лишь один объект. И они, по сути, берут и там продажи не делают, продажи делают риелтор, они просто так периодически замазывают. Но есть, конечно, в отделах продаж, вот, например, в жилом комплексе немецкий квартал, да, там прям хорошо, они прям именно продают. Да, вот в жилом комплексе Green Palace, они тоже молодцы. Они прям реально, это не просто там, ну, условно человек сидит, да, который выступает в роли кассира, а именно продавцы. Ну, я думаю, они тоже очень хорошо замотивированы. Теперь давайте с вами именно вернемся, да, многие сравнивают, там, в Сочи я зарабатываю, буду зарабатывать меньше, в Москве аналогичные должности дороже, все. Я согласен, есть у нас там всевозможные, там, в Москве какие-то там местные коэффициенты, еще что-нибудь. Но это касается тех работ, которые привязаны к окладам, которые привязаны к, ну, не знаю, к каким-то госструктурам, да. Например, воспитатель детей дошкольного возраста в Москве зарабатывает больше, чем воспитатель дошкольного возраста в Сочи. Воспитатель дошкольного возраста, например, в Якутии зарабатывает еще больше, чем в Москве, потому что там есть определенные, там, коэффициенты, да, там, северные коэффициенты и тому подобное. Здесь, когда вы работаете в коммерции, в коммерции у вас все одинаково В коммерции все зависит именно от вас, все зависит от вашего результата И я могу сказать со 100% уверенностью, что, например, когда мы работали в Риверсити Я работал в Орске, там поп-урвал очень сильно, тоже там вывел продажи в Орске на всероссийский уровень И этим тоже горжусь И когда я смотрел табличку, конкуренцию у меня как раз составляли Москва И конкуренцию составляли мне Сочи Сочи в любом случае тоже был конкурент И когда мой друг переехал работать в Новосибирске в Сочи Он там тоже работал в Риверсити в Новосибирске То в Сочи он стал зарабатывать больше, чем в Новосибирске Хотя в Новосибирске он очень хорошо зарабатывал Вот такая штуковина Поэтому все-таки зависит не от места, где ты работаешь А зависит все-таки от человека Все все-таки зависит именно от вас Сразу говорю, кто-то еще говорит Вот там требуется на той должности, где хорошая зарплата Опыт работы, у меня работы нет Ну что сделать, если у вас нет опыта работы Вам придется опыт набирать на низкооплачиваемой работе А куда деваться? Я также, я пришел без опыта работы Учителем, да, учителем физической культуры И я зарабатывал 720 рублей При том, что у меня стипендия была У меня потому, что были всевозможные доплаты Там, как за спортсмена, как за старосту Еще где-то там от мэра города была Потому что я учился на отлично У меня стипендия была 1300, понимаете Я с 1300, будучи студентом, перешел на 700 рублей Но потом я быстренько в течение полугода Перешагнул планку, там, не знаю, около 3000 Стал зарабатывать Потом устроился еще на работу, еще на работу И в итоге смог, будучи педагогом, довольно-таки неплохо Ну, из всех педагогов неплохо зарабатывать Но опять же, все неплохо Это у нас все познается в сравнении, да Если ты зарабатывал 700 рублей, стал зарабатывать 3000 рублей Это классно А если там у тебя какой-нибудь там друг по охране Воносе работал, зарабатывал 6000 рублей То, конечно, не классно, понимаете Чтобы все у нас относительно, да Кашкай машина плохая, да Но если, например, сравнить рядышком десятка, которая стоит То Кашкай, в принципе, хорошая машина А если посмотреть, в который подъехал Лектус 570, то Кашкай плохая машина Потому что все у нас познается в сравнении, понимаете И то же самое у нас по работе Я, конечно же, хочу, чтобы у каждого была хорошая работа Чтобы у каждого была стабильная работа Чтобы был хороший заработок Точнее, отличный заработок Но, 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 но Волшебства у нас не бывает Я, когда пришел в компанию Элит на Сочи Самое первое, что сказали на собрании Они говорят, мы понимаем вас Мы вас набрали не просто так с улицы Мы вас набрали за определенный результат У вас на прошлой работе, например Кто-то там был лучшим продавцом Кто-то был там лучшим руководителем Кто-то был еще, ну, такие Набирались именно сильных таких личностей Очень сильных Но сюда вы пришли, вы ноль Нам без разницы, что вы делали до этого Нам без разницы, какой у вас был результат У нас есть, вот у вас старт Вы начинаете с нуля И все И у нас не армия, у нас погоны Которые были, да, у вас Они у нас не учитываются Вы пришли, вы простые солдаты, да Простые рядовые И погоны должны вы заработать себе здесь И в отличие от предыдущих ваших работ Да, например, если, например, ты взял, например, педагог Да, вы сдал на высшую категорию У тебя пять лет никто не дергает Ну, а на пять лет ты обеспечен, не знаю, погонами То здесь, говорит, ваши погоды Погонные, точнее, динамические Раз в два месяца Вам нужно это брать и подтверждать И это правильно То же самое могу сказать, когда я поступал На кафедру физической культуры и спорта Мастера спорта у нас не сдавали физическую культуру Но при условии, если за последние два года Они выполняли нормативы мастера спорта Соответственно, если ты мастер спорта был пять лет назад То ты придешь и будешь сдавать все экзамены На общих основаниях Вот такая штуковина Вот так вот И, кстати, мне вот этот подход, он мне больше нравится Этот мне подход больше симпатичен Потому что, ну, реально понимаешь, что нужно каждый раз Своими поступками доказывать, что ты лучший Что ты достоин Тем самым у тебя Это отворожается на твоей заработной плате Ну, опять же, это при условии, что если ваша компания руководит Грамотный, грамотный человек Если, например, у нас У нас руководитель у вас закалки с 70-х годов Или там с 60-х То, конечно, он будет у нас ориентироваться на погоны На то прошлое, которое у вас было Но это неправильно Как правило, эти у нас компании Очень быстро загибаются Ну, вот так вот Еще раз повторюсь Если, например, вас пугает, что в Сочи вы не найдете работу Вы и в своем родном городе не найдете работу Многие говорят Вот там вся хорошая работа по блату Я могу плюнуть тому в лицо, кто это говорит Я общаюсь с многими Многими застройщиками С многими бизнесменами Опять же, только сейчас приехал с конференции И могу сказать со 100% уверенностью Со 100% уверенностью Что никто там своих подобно не берет Это раньше брали в госструктуре Где от человека ничего не зависит Там, конечно, у нас берут своих Почему берут своих? Ответ очень прост Там, да, прикормленные места и тому подобное А здесь даром не нужны свои Потому что со своих, так скажем, спроса нет Например, все равно, что я взял бы к себе Надю Ну, профукала она там, например, какого-нибудь клиента Ну, и бог с ней, да, и так далее То человека, которого я взял извне, то такого не получится Мне, я с этого человека спрошу по максимуму Почему он мне сделал то или иное Поэтому я себе никого бы, там, не знаю, там, не знакомых Из друзей, там, и там по рекомендации я себе никого бы не взял Ну, по рекомендации именно возьми, там, моего друга Он там хороший, да, ему нужно зарабатывать Нет, рекомендация, если он хороший, классный специалист Это другое дело А другое дело, что возьми моего брата Нет, такого, конечно, никак в жизни не будет И вам не советую Это у нас только осталось пока только в госструктуре Где там, не знаю, там, глава города один, да Там, глава района, там, его там родственник Еще, такое-то есть еще Да, потому что там вас, по сути, они свой продукт не производят А в коммерции такого нету И, да, они могут сказать, что мы узнали от того-то, да Может прийти, но дальше все зависит будет именно от соискателя Поэтому не стройте себе иллюзии Не тешьте себя, что там все по блату Не тешьте себя, что там все через знакомых Нет В коммерческих структурах, да Зарабатывать можно деньги только в коммерческих структурах В государственных структурах можно только отсиживать свои штаны, да И вы это можете прекрасно посмотреть По той же самой почте России, да Можете даже посмотреть там, например, по Сбербанку, да По сотрудникам Вы понимаете, что до клиента им фиолетово Им там понятия сервис даже не существует И понятия качественно сервис тоже не существует Не хочу обидеть ни одного сотрудника Сбербанка Просто это показывает практика Вот я просто в Москве у нас взял все-таки карту Сбербанк В момент там нужно было, там мне срочно приспичило Ну взял И я видел, какое там отношение Как, что даже в Москве Но могу сказать, что в Москве отношения лучше, чем в Сочи В Сочи вот я сегодня тоже в Сбербанк заходил Нужно бы мне сделать своему другу доверенность Это просто жесть Какой там цирк развели Какие новые правила придумали Пришлось звонить на горячую линию И там после этого мне весь расклад дали И завтра сказали подойти и все сделать Понимаете Вот такая штука Поэтому давайте все-таки подведем с вами итоги Я могу сказать, если не хочется работать Не хочется переезжать Не хочется еще что-то То найдется очень много причин И очень много отмазок И щи У нас, так скажем, не соленые И солнце не так светит И работа не там находится И начальник дурак Ну а если вы оказались в той ситуации Когда нужно пахать, нужно работать, нужно зарабатывать То есть даже если это Особенно если мотивация у вас дети Мотивация родителей В том плане, что охота им помочь Чтобы они жили хорошо, достойно То я думаю Ни одна эта причина Не будет для вас существенной Тем более не будет объективной Эти все причины у нас будут субъективны И еще раз повторюсь У меня есть очень хорошая знакомая Которая всегда мне говорила так Если сильно захотеть, можно в космос полететь Это действительно так Если вдруг поставить себе какую-то цель То обязательно к ней придешь Если ты будешь действовать Если ты будешь просто сидеть на попе ровно Ждать, когда у тебя, не знаю С неба упадет мана небесная И у тебя все получится Это все в заблуждении Ну вот так вот Я не знаю, зачем я записал этот ролик Просто вот общение у меня с клиенткой У меня просто очень сильно подцепило Изначально мы работали с возражением Про кусочек колхоз Потому что она поселилась в колхозе На Макаренко Я посмотрел, это просто жесть Конечно, там в окно выглядываешь Обшарпанные девятиэтажки Это все такое ощущение Как будто из Орска смотришь на это Все, из нее депрессняк Ну и плюс еще желание работать По специальности По специальности все Но я думаю, мы с ней поговорили Я думаю, я для нее был очень хорошим Сильным мотиватором Я думаю, она возьмет И пойдет устроиться туда Где будет зарабатывать Ну, в конце концов, если это нужно Ну, примерно это выглядит вот так вот В любом случае В любом случае Как бы это глупо не звучало Но основная проблема У всех бизнесменов Если есть у вас бизнесмены Если есть работодатели Не дадут мне соврать Основная проблема Это дело в кадрах Вроде как бы и безработица Но в то же время Хороших, грамотных специалистов Просто нету Понимаете Из-за любого грамотного специалиста У нас держатся руками И ногами Сто процентов Ну, реально держатся И мотивируют, и все И помогают И обучают Потому что Все как бы хотят зарабатывать Но никто не хочет Пальца палец ударить Каждый будет предпочитать Лучше посидеть Поиграть в танки Чем, например, выйти на линию Такси И взять и заработать себе Там эти Какие-то там Жалкие В кавычках Жалкие 5000 рублей Хотя для меня Для меня даже 500 рублей деньги Даже 300 рублей деньги Потому что И 500 рублей И 300 рублей И 1000 рублей И 5000 рублей И 10 тысяч рублей Я зарабатываю Я не ворую Мне никто Не приносит откаты Мне никто Не дает взятки И так далее Поэтому Каждый рубль Который у меня есть Я его зарабатываю Да Я бывает Легко Расстаюсь С деньгами Да Если Мне понравился официант Качество обслуживания Конечно Всегда оставляю Хорошие чаевые То же самое Оставляют таксистам Ну реально Всегда вот Именно происходит так Но если вдруг Там Оказался У меня Там хамом Да Там какой-нибудь Все Я даже Даже рубля Даже лишний дам Понимаете Это дело Принципа Поэтому Поэтому Есть у нас Официанты Которые зарабатывают Да А есть официанты Которые не зарабатывают То же самое Это касается Бармена То же самое Это касается Даже стриптизер В конце концов Тех же самых Вот Это у нас Ну все Да Ну и опять же Могу еще раз Повторить Если вдруг Вы выбрали Профессию Которая Вам не по душе И Которая вам не нравится Или еще что-нибудь Я могу сказать Вы На этой должности Никогда в жизни Результата Никакого не добьетесь Нельзя добиться Результата Нельзя добиться Как же Такое слово Подобрать Нельзя Добиться Эмоционального Удовлетворения Физического Да В той области Которая вам не по душе Например Мне Не нравится Плавать Не нравится Я ходил на плавание Да Три месяца Все Там С тренером Занимался Но Меня бесит Плавать Мне Не нравится Вот этот Монотонная Работа Да Мне не нравится Циклические Виды спорта Мне скучно Мне реально Скучно И Ничего Не может У меня взять И поменять Чтобы я взял И сейчас Например Записался на плавание И начал Ходить И начал Плавать Хотя Три месяца Я плавал Довольно-таки Хорошо Даже успел Получаться В соревнованиях Потом Очень хорошо Получаться В соревнованиях Понимаете Но мне не нравится Мне не по душе Поэтому я не хожу В плавание Хотя Своего ребенка У меня если будет мальчик Я обязательно В первую очередь Отдам его На плавание Чтобы он Хорошо развивался А дальше Он сам Сделать выбор Что ему Больше по душе И в этом отношении Мне нравился Мой всегда Отец Отец Всегда считался Своим мнением Записал меня на бокс Мне бокс Мне понравился Я пошел в карате И это был Мой выбор Хотя Сейчас Я понимаю Что если бы Отец Мне продавал Ту идею Что бокс Может быть Я сейчас Чемпион мира по боксу Зная мой характер Зная Мою волю победы Зная Так скажем Мои обиции Зная Мои физические данные Возможности Все А в карате Которые у нас Олимпийские Чтобы он мог добиться Не просто Хорошего результата А отличного Абсолютного То же самое Что касается Этого у нас Профессии Я не дам Возможность Своей дочке Да Ну конечно Не в грубой форме Не дам ей сделать ошибку Чтобы она Себе освоила Ту профессию По которой Она не будет Никак в жизни работать Я все таки Смогу продать Ей ту идею Что она должна Выбрать ту профессию Которая она Сможет работать По профессии И при этом Как бы На своей профессии Она сможет Зарабатывать Построить себе Карьеру И так далее Понимаете Ну я еще Ни разу Не видел Так скажем Педагогов Да Который построил Себе обалденную Карьеру Таких вот Я педагогов Еще не видел Да Давайте только Не будем там Углубляться В прошлое Да В 19 век В 19 веке Вполне возможно Что это было актуально Но никак не в нашем веке Ну а теперь Всем спасибо Спасибо что вы меня Послушали Спасибо что Не отключились Раньше времени Все таки 27 минут Слушать Так скажем Как многие Комментаторы Бред в машине Это очень тяжело Поэтому Огромное спасибо Тебе Мой подписчик Мой зритель За то что ты Посмотрел Ну и дальше Жду Ваших комментариев Хочу Слышать Вашу Точку Зрения Хотя В принципе 8% Комментарий Я уже знаю Какие будут Все таки Правила Паретта Никто на не отменял Все Всем пока Всем хорошего настроения А у нас В Сочи Температура 22 градуса И у нас Сегодня 2 октября Ну а Город Орска Поздравляю С первым снегом Пока Продолжение следует